Облучатель, рециркулятор, медицинский или просто облучатель, рециркулятор. Что это такое? Не секрет, что в медицинской практике бактерицидные лампы используются уже не один десяток лет. Дело в том, что существуют специальные медицинские бактерицидные лампы, которыми можно уничтожать бактерии и вирусы. Это достигается за счет того, что излучаемая данной лампой световая волна обладает настолько мощной энергией, что она способна разрушать белковые молекулы, денатурировать белок. И когда данная световая волна, излученная бактерицидной лампой, попадает на бактерию или на вирус, то она фактически разрушает генную информацию этой бактерии и препятствует ее размножению. Подобные приборы очень широко распространены в медицинских учреждениях. Для чего? Нам необходимо обеззараживать воздух в операционных, в палатах, еще в каких-либо медицинских помещениях. Раньше все это достигалось за счет того, что в медицинской практике использовались открытые бактерицидные лампы. То есть фактически это прямой направленный свет, прямое направленное излучение, которое сопровождается определенными побочными эффектами. В медицинской практике использовались так называемые открытые облучатели. Они были разных моделей на одну лампу, на две лампы, на три лампы, на шесть ламп и так далее. Их переносили из комнаты в комнату или располагали над входом в помещение, лампу включали. Но существовала особенность. Для того, чтобы обеззараживать воздух в помещении, необходимо было, чтобы люди покинули это помещение. Почему? Мощность волны, излучаемой бактерицидной лампой, она настолько велика, что она способна наносить вред человеческому организму. Простой аналог – это ультрафиолетовое излучение. То самое, с помощью которого мы загораем на солнце. С загаром мы получаем разрушение эпителия нашей кожи, повреждение генного материала клеток кожи и возможные заболевания кожи, которые сопровождают чрезмерную инсоляцию. Если же мы попытаемся посмотреть на солнце открытыми глазами, то мы получим поражение роговой оболочки глаза. Это тоже ультрафиолет, который повреждает, во-первых, роговую оболочку глаза, во-вторых, кожные покровы. Естественно, использовать бактерицидную лампу, открытую в присутствии людей, нельзя. Что придумали ученые? Они взяли обыкновенную бактерицидную лампу, излучение которой опасно для здоровья, и закрыли ее в полупроницаемый кожух. Мы все знаем, что загорать за стеклом невозможно. То есть, если мы сейчас откроем окно и попытаемся позагорать в этой комнате, у нас ничего не получится. Нам надо выйти на открытый доступ. Ультрафиолетовые лучи должны попасть на нашу кожу, ничем не останавливаемые. Вот как раз принцип подобный заключается и в рециркуляторах. Внутри прибора располагается одна, может быть, три, пять, две бактерицидных лампы. Все это зависит от мощности рециркулятора. В разных частях рециркулятора располагаются вентиляторы. Они просто прогоняют окружающий воздух через закрытый корпус рециркулятора. Он именно поэтому так и называется. Мы получаем рециркуляцию воздуха. Воздух постоянно проходит через рециркулятор, обрабатывается лучами ультрафиолетовой лампы. И количество патогенных, то есть инфекционных микроорганизмов в окружающем нас воздухе резко снижается. При этом прямого воздействия на кожу со стороны ультрафиолета и на роговицу глаза мы не получаем. Соответственно, никакой опасности применения рециркулятора в присутствии человека не возникает. Мы можем включать его на любое количество времени и спокойно находиться рядом. Никакого вреда данный прибор не принесет. Этот прибор не лечит. Он занимается профилактикой. То есть то самое любимое в Советском Союзе мероприятие, которое позволяло увеличивать продолжительность жизни. Ничто так не увеличивает продолжительность жизни, как профилактические мероприятия. Что делает рециркулятор? Видите ли, от природы наш организм оснащен такой очень важной системой, как иммунитет. Иммунитет распознает инфекционные агенты, которые попадают в наш организм и уничтожает их. Не дает развиваться заболевания. Рассмотрим яркий пример. Вы едете в метро рядом с больным открытой формой туберкулеза. Заболеете вы или нет? Скорее всего нет. Почему? Потому что количество бактерий, которые выделяет этот больной, недостаточно для того, чтобы проломить стену вашего иммунитета. Если вы здоровый человек, не болеете спидом, не голодали месяцами и годами, то скорее всего вы просто так никогда и не узнаете, что вы в метро ехали рядом с больным открытой формой туберкулеза. Однако же, если вы вдруг увидите, что этот больной неожиданно упал, и ему необходимо сделать дыхание рот в рот, чтобы спасти его жизнь, и вы это сделаете, в любом случае вы обязательно заболеете туберкулезом. Почему? Потому что вы получите колоссальное количество инфекционных агентов, которые разрушат ваш иммунитет и вызовут заболевания. Вот то же самое происходит с человеком в момент его контакта с больным вирусной инфекцией или бактериальной инфекцией. Человек, который болеет гриппом, он постоянно изрыгает из себя огромное количество вирусов. Что такое болезнь? Болезнь – это своеобразная форма сосуществования инфекционного агента и человеческого организма. Некоторые ученые, наиболее ортодоксальные, даже считают, что вообще человек на Земле и любые существа на Земле были изобретены только с одной целью – чтобы позволить вирусам и бактериям размножаться. Условно-патогенные бактерии, те, что живут в нашем организме, они приспособились, они размножаются и существуют в нашем организме постоянно подтравливаемые нашим иммунитетом. Они не вызывают заболевания. Они просто существуют. У нас на коже, на слизистых, внутри нас огромное количество, триллионы, миллиарды бактерий существуют постоянно на нашем теле и внутри нашего организма. Но они не вызывают заболевания. Однако же существуют патогенные вирусы и микроорганизмы. Допустим, к вам в комнату на рабочее место ваша соседка или ваш сосед приходит с распухшим носом, со слезящимися глазами, постоянно сморкается, кашляет и говорит, ну вот меня там прихватило. Готовьтесь к тому, что сидя рядом с этим человеком, вы получаете не двойную, тройную, а миллиардную дозу инфекционных агентов. И вот здесь уже возникает вопрос, сможет ли ваш организм справиться с таким воздействием или все-таки вы заболеете. Практика показывает, что, как правило, вы заболеваете. Что делает рециркулятор, который в этот момент расположен рядом с вашим рабочим столом или находится просто на стене в помещении? Неважно где, он может находиться в салоне красоты, он может находиться в парикмахерской, в магазине, в офисе, рядом с вашим рабочим местом, в поликлинике, куда мама принесла больного ребенка и еще большая очередь больных выстроилась, и они постоянно обмениваются вирусами и иными микроорганизмами. Неважно, где располагается этот рециркулятор. Что он делает? Вот эту лавину вирусов и микроорганизмов, которые пытаются проломить ваш иммунитет, он останавливает. Каким образом? Он просто делает их количество в окружающем воздухе меньше. Почему? Воздух в окружающем нас помещении постоянно рециркулирует, проходит через рециркулятор. Там он обеззараживается. Я вас уверяю, микроорганизмы, которые прошли через вот эту скромную трубку, обладают гораздо меньшим патогенным, то есть способным вызывать заболевания свойством, чем те, которые не прошли через эту трубку. Итак, мы располагаем рециркулятор в помещении и просто делаем воздух в помещении чуть-чуть чище. Это очень незначительная доля. Но как раз вот эта вот незначительная капля, минимальный эффект от воздействия рециркулятора приводит к тому, что в определенный момент вы не заболеете. Ваш иммунитет просто справится с тем количеством микроорганизмов, которые вас окружают. В каком помещении можно их применять? Ну, самое простое и распространенное явление дома. У вас ребенок болеет очень часто. Почему? Потому что он приходит в детский сад, и там он контактирует с теми или иными своими друзьями, которые приносят ему другие вирусы и бактерии, которые находятся в другой семье. Врачи знают, что вирус или бактерия, который прошел пассаж через человеческий организм, он становится гораздо более опасным и гораздо более сильным. Именно на этом способе и основаны различные методики получения биологического оружия. Так вот, когда ребенок ваш приходит в детский сад, в котором нет рециркулятора, там он получает лошадиную дозу инфекционного агента, с которым раньше не был знаком. Почему дети болеют чаще? Потому что их иммунитет еще не выработал весь спектр антител, которые способны справляться с любыми инфекционными агентами. Почему так опасен вирус гриппа? Потому что он мутирует. Каждый год мы получаем совершенно новый вирус гриппа, с которым мы не были знакомы. Если же мы сталкиваемся с ситуацией, что вирус гриппа возвращается, те люди, которые раньше болели этим вирусом, они уже не болеют. Те люди, которые не болели, они заболевают вновь. Так и в детском саду. Ребенок постоянно получает дополнительное воздействие на иммунитет, который еще не натренирован. Рециркулятор, естественно, в детском дошкольном учреждении поможет справиться с распространением эпидемии. Где еще рециркулятор поможет справиться с распространением эпидемии? В любых присутственных местах. Общественное учреждение, офис, кафе, ресторан, столовая, парикмахерская, торговый центр, любое помещение, где собираются незнакомые люди, будьте бдительны, готовьтесь к тому, что в этих помещениях обязательно есть заболевшие. Существуют еще и носители, которые просто выделяют вирус, но не болеют сами. Эти люди заражают всех остальных. Если там находится рециркулятор, достаточный по мощности, то он может ослабить инфекционное воздействие на ваш измученный стрессами организм. Как выбрать рециркулятор, удобный для себя? Для дома, как правило, для небольших помещений, мы рекомендуем маленький, 15-ваттный. Очень простое соотношение. 15 метров комната, 15-ватт рециркулятор. Если комната еще больше, здесь две 30-ваттных лампы, то есть 60 метров, ну, можно уже порекомендовать вот этот рециркулятор. Вот этот рециркулятор, то же самое, две лампы по 15 ватт, 30 метров. То есть мы просто экстраполируем 15-15, 30-30. Вот примерно такое соотношение. Оно не точное, оно приблизительное. Можно составить таблицу и посмотреть на сайте, для какого помещения лучше подойдет какой рециркулятор. Но примерно соотношение правильное. Как долго можно включать рециркулятор? Ну, вы знаете, в процессе своей работы бактерицидная лампа вырабатывает такое вот достаточно вредное для здоровья соединение, как озон. Мы чувствуем запах озона. С чем его можно сравнить? Ну, естественно, запах после грозы. Когда разряд молнии проходит через атмосферу, как раз и образуется огромное количество озона. Озон вреден для организма, поэтому, естественно, как только вы начинаете ощущать в комнате запах свежести после грозы, рециркулятор надо выключить. Довольно распространенная ошибка, когда мы включаем рециркулятор в закрытой герметичной комнате. Нам кажется, что тогда воздействие рециркулятора будет более эффектным. На самом деле, открываем форточку для удаления озона и включаем рециркулятор. В этом случае, вот для того, чтобы продезинфицировать помещение домашнее, комнату, площадью около 15 метров, достаточно 1-2 часа включить рециркулятор в сутки. Открываем форточку, включаем рециркулятор и часок дезинфицируем комнату. Побывали у вас гости, не знаете вы, что за гости, не уверены, здоровы они или нет. Ушли гости, мы открыли форточку, включили на часок рециркулятор. Этого вполне достаточно, чтобы ваше помещение защитить от каких-либо привнесенных извне инфекционных агентов. Как поступать, если в помещении постоянно кто-то находится? Ничего страшного здесь нет. Рециркулятор можно включить на постоянной основе, но, естественно, нужно в какие-то периоды проветривать помещение. Вот если мы этот зал решим обеззаразить, здесь много метров, примерно метров 70, а то и 100. Для того, чтобы продезинфицировать воздух в этом помещении, нужен будет более мощный рециркулятор, трех- или пятиламповый. Возле входа в то или иное помещение мы располагаем рециркулятор. Включаем его, и он может работать на постоянной основе в течение целого дня, до тех пор, пока из помещения не уйдут все собравшиеся там люди. Естественно, в этом случае помещение надо периодически проветривать. Не более того. Единственная рекомендация, которая сделает применение и использование рециркулятора абсолютно безвредным, это регулярные проветривания. Как правило, если вы используете рециркулятор дома, то лампы достаточно будет для того, чтобы она эффективно работала в течение 2-3 лет. То есть, если вы включаете рециркулятор на 1-2 часа в сутки, достаточно раз в 2-3 года менять бактерицидную лампу. Процедура эта очень простая, ее можно выполнить даже дома. Если рециркулятор находится в лечебном учреждении и работает круглосуточно, за основу мы берем около 8000 часов. По истечении 8000 часов рециркулятор сам отключится и потребует поменять лампы. И до тех пор, пока вы не замените лампу, рециркулятор не включится. Это не говорит о том, что он сломан. В нем заложена определенная программа. 8000 часов отработал, выключился, и лампу надо поменять. Поменяли лампу, он снова включился, и таймер снова выставился на 8000 часов. И мы можем дальше продолжать его использовать. Нужно ли протирать рециркулятор какими-либо жидкостями? Дезинфицировать, спиртом, еще что-то? Тоже бывают такие вопросы. Я считаю, что ничего с ним делать не надо. Единственное, что надо периодически протирать его от пыли, если он запылится, не больше. Больше никакого обслуживания рециркулятор не требует. Вот у большого рециркулятора, трех- и пятилампового, внутри расположены еще и фильтры. Почему? Потому что, как правило, в больших присутственных местах, допустим, коридоры поликлиник, больницы и так далее, существует определенное количество пыли. И эта пыль оседает на фильтрах. Ну, фильтры, естественно, раз в год надо менять, мыть их теплым мыльным раствором, и рециркулятор дальше может использовать эти самые фильтры. Рециркуляторы можно применять с подставками, а можно вешать их на стену. В чем различие? Ну, как правило, различие только в том, что рециркуляторы на подставках используются, допустим, в детских садах, потому что есть несколько групп, и чтобы не покупать рециркулятор в каждую группу, детские и дошкольные учреждения экономят, или школы, чтобы в каждый класс не покупать рециркулятор, они используют подставки. Эти подставки очень удобно, можно переносить рециркулятор из помещения в помещение и использовать их по мере надобности. Можно также купить подставку, чтобы перемещать его из комнаты в комнату, можно просто повесить его на стену, и тогда он будет достаточно эффективно служить вам долгие годы. Все рециркуляторы запрограммированы на одну единственную функцию. Время наработки рециркулятора 8000 часов до очередной смены ламп. У одноламповых рециркуляторов отсчет времени идет от 8000 часов. Исторически так сложилось, мы решили не менять, наши потребители привыкли к подобному правилу, и они его не хотят менять. Все рециркуляторы одноламповые отсчет ведут от 8000 часов до нуля. 3- и 5-ламповый рециркулятор отсчет ведет с нуля и до 8000 часов. Поэтому вот здесь у рециркулятора мы видим наработку 285 часов. У некоторых рециркуляторов, которые вы только приобрели и которые только открыли, вы видите наработку 6, 8, 12 часов. Это время тестирования на заводе. Ничего удивительного здесь нет. Но это наоборот вызывает сомнения, да, как это так, рециркулятор не проверяли, да. Иногда у них есть, потому что из всей партии проверяют какое-то количество. Если есть время наработки 6, 8, 12 часов, это говорит о том, что рециркулятор включали на заводе, и какое-то время он работал для того, чтобы проверить его работоспособность. Как часто рециркуляторы выходят из строя? Тоже часто задается такой вопрос. Ну, вы знаете, наиболее опасна для рециркулятора транспортировка. Как правило, все проблемы связаны только с транспортировкой, потому что прибор этот очень простой, надежный, и отказов в его работе практически никогда не бывает. Ну, если вы его уронили, ну, готовьтесь к тому, что, конечно, он выйдет из строя, потому что внутри располагается лампа. Если вы что-то хрупкое роняете, как правило, потом оно перестает работать. Можно ли отремонтировать рециркулятор? Да элементарно, он очень прост как в эксплуатации, так и в ремонте. Если рециркулятор перестал работать, можно поменять лампу, можно поменять блату управления, можно в конце концов просто включить его в розетку, и он снова начнет работать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова